Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы обсудим такую тему, как причины острого простатита. Каковы же бывают причины такого состояния? Ну, во-первых, это различные инфекции. Начнем с половых инфекций. Гонореи, трихомонады, хламидии, это наиболее частые причины половых инфекций при недавнем заражении. Когда вы недавно заразились, идет активный гнойный процесс в канале, он мигрирует в предстательную железу. Вторая часть это бактерии, не относящиеся к половым инфекциям, такие как стафилококкс, трептококкс, кишечная палочка, клипсиэлла и другие. То есть основной вообще причиной острого простатита у мужчин бывают различные инфекции. В ряде случаев это также трихомониаз, который не совсем относится к бактериям, а относится к простейшим, но относится к инфекциям передаваемым половым путем. Как же эти инфекции поступают в предстательную железу, вызывая острый простатит? Ну, во-первых, это постепенное поднятие вверх, сначала в уретру, затем в предстательную железу. Это происходит наиболее часто как раз с половыми инфекциями. Во-вторых, это путь по крови. Например, по крови это могут поступать в принципе из совершенно любых органов и тканей, так же как и по лимфатическим путям. Ну и, наконец, контактный путь, когда органы лежат рядом. Например, воспаление прямой кишки вполне может механически передать те же самые кишечные бактерии в предстательную железу. Например, какой-то абсцесс клетчатки также может дать воспаление контактно, какое-то бактериальное воспаление непосредственно в предстательную железу. Есть также факторы, без сомнения, которые сопутствуют вот этому вот острому простатиту. Дело в том, что есть ведь и состояние, когда имеется какое-то воспаление изначально, но воспаление в простате оно не вызывает. Например, только в уретре. Значит, что это вообще такое? Какие факторы? Это переохлаждение, это снижение иммунитета, это произведение какой-то другой инфекции, заражение половыми инфекциями, нерегулярная половая жизнь, переохлаждение, особенно переохлаждение в области заднего прохода, где рядышком лежит предстательная железа, купание в каких-то холодных источниках и так далее, все это способствует развитию острого простатита. Что происходит при проникновении туда вот этих вот агентов? Происходит очень мощное воспаление, гной там образуется, покраснение, грубо говоря, простата растягивается очень сильно, действует на капсулу, где как раз есть воспалительный рецептор болевые. И мы с вами чувствуем боль, боль в области заднего прохода, нарушается мочеиспускание, появляется часто ночное мочеиспускание, невозможно нормально совершить мочеиспускание, они частое, но малообъемное. Все это, наряду с общими симптомами, поднятием температуры, головными болями, ознобом, являются признаками острого простатита. При любой причине острого простатита, при развитии его, обращайтесь к урологам нашего медицинского центра Платный КВД в Москве. У нас имеются все возможности для диагностики, включая ультразвуковую диагностику, диагностику половых инфекций, диагностику бактериальную, так и для назначения грамотного комплексного лечения. Поэтому при любых признаках острого простатита, ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.